Всем привет! Добро пожаловать на подкаст Молодец! Я ваш ведущий Андрей, и со мной, как всегда, моя соведущая Катя. Подкаст Молодец! Это увлекательная программа учения английского языка и одновременно дает шанс узнать больше об американской культуре. Привет, Катя! Как у тебя сегодня дела? I'm fabulous! Thank you! I'm so excited to get started today. Ну ладно, приступим! What are we talking about this week? На этой неделе мы говорим об отпуске и работе, и о том, как попросить у начальника отпуск. Oh, interesting. Vacation time and sick time are big topics of conversation in the United States. There are generalizations, but the first reason is work culture. The work culture in the United States often emphasizes productivity, long working hours, and a strong dedication to one's job. Many Americans feel pressured to prioritize work over taking vacations or extended time off. There is a prevailing mindset that taking time off may be seen as a lack of commitment or dedication to one's career. Ah, ok. Значит, рабочая культура в Соединенных Штатах часто подчеркивает продуктивность, долгие рабочие часы и сильная, ну, приверженность к работе. Многие американцы чувствуют давление приоритизировать работу перед отпуском или даже семейными разными вещами, которые им нужно делать. Существует распространенное мнение, что отсутствие на работе может быть воспринято, ну, как недостаток преданности компании или даже к шефу своему. Second, we have limited vacation days. Unlike some European countries, where employees enjoy several weeks of mandatory vacation time, Americans typically have fewer vacation days. According to studies, the average American worker receives 10 days of paid vacation per year, which is considerably less compared to countries like France or Germany. Ah, ok. Значит, в отличие от некоторых европейских стран, где сотрудники имеют несколько недель обязательного отпуска в год, американцы обычно имеют намного меньшее количество. Согласно исследованиям, среднеамериканские рабочие получают около 10 дней, всего 10 дней оплачиваемого отпуска в год. Это значительно меньше, чем в странах, допустим, как Франции или Германии. Third is the high cost of travel. Traveling can be expensive, and many Americans face financial constraints when it comes to planning vacations. Flights, hotels, and other travel expenses can quickly add up, making it challenging for some individuals and families to prioritize travel in their budget. Ah, понятно. Значит, путешествия – это дорогое удовольствие. Also, the size of the United States and the diversity of landscapes play a role. Americans may feel there are numerous travel opportunities within their own country, from beaches to national parks and vibrant cities. So, a lot of Americans choose to travel within the United States rather than internationally. Понятно. Размер Соединенных Штатов и разнообразие разных природных достопримечательностей, допустим, делает, что, как сказать, притягивает американцев путешествовать в своей стране по большому счету. Это натурально. Американцы могут чувствовать, что у них есть и пляж, и доступ к горам, и пустыням. Ну, все, что можно придумать в результате, некоторые американцы, они могут предпочитать внутреннее путешествие, чем планировать дорогие международные экскурсии. Lastly, there are cultural differences. Different countries have varying attitudes towards leisure and travel. Some cultures place a higher value on relaxation, family time, and exploring new places. But American culture tends to emphasize individual achievement, career advancement, and material success. Of course, this is a generalization. Понятно. Культура, как всегда, играет большую роль в некоторых культурах и странах. Опять, люди приоритизируют отдых, семейное время, исследование новых мест, культуру и так далее. В отличие от этого, американцы, ну, в общем, культура часто предпочитает индивидуальное достижение, карьеризм, идти вверх. Ну, опять, мы сейчас говорим про стереотипы, конечно, но в общих чертах это так. В культурных аспектах. А как насчет времени, когда люди болеют? Американцы tend to have very limited sick time, and they often feel pressured to go to work, even if they are not feeling well. А, ну, я вижу. Значит, больничный, как говорится, у нас практически не существует в Соединенных Штатах, и количество оплачиваемого больничного времени может практически не существовать у рабочих. Однако, по сравнению с многими другими странами, американцы обычно имеют, ну, вот эти ограничения, и поэтому практически не отсутствуют от работы, даже если они болеют. Понятно. Значит, в отличие от некоторых европейских стран, где у рабочих есть доступ к щедрым отпускам по здоровью и так далее, в Америке этого опять практически нет. Хотя некоторые штаты сами могут разрабатывать разные системы и правила, доступ на федеральном, как сказать, уровне практически не существует. И все вот эти дни очень ограничены, и особенно ограничены для сотрудников, которые работают не на полную ставку, или которым платят как часовым, вместо того, чтобы как полную зарплату за год. Понятно. Also, there are financial concerns. Many Americans don't have access to paid sick leave, which means taking time off of work due to illness can result in not being paid or a loss of income. For individuals living paycheck to paycheck, the financial strain of missing work can be a significant deterrent to calling in sick. Ну, понятно, конечно, если у людей нет времени, что они могут взять больничные, которые оплачены. Значит, если их не будут на работе, им не будут платить. И если у них и так нету много денег, то будет очень туго с финансами. И опять, поэтому большинство людей просто должны идти на работу, даже если они себя чувствуют нехорошо. Also, there are cultural expectations. As I said, Americans put a lot of importance on work, in their jobs, so taking time off for an illness may be seen as a sign of weakness or a lack of dedication. People feel compelled to be physically present at work, regardless of their health condition. Конечно, конечно, с такой культурой, что продуктивности, нужно работать, и все такое понятно, что люди, даже когда у них есть дни, допустим, больничного, не хотят их брать. Потому что они хотят быть в офисе, чтобы их видели. И это, как сказать, внушает самочувствие, что они двигаются вверх по карьерной лестнице, так сказать. И это получается круг такой, что есть дней, нет дней. Люди, как бы, все равно хотят идти на работу, чтобы виделись, что они хорошие рабочие, и продолжали шли вверх. Понятно. However, one thing that's very common across many countries is people like to eat soup when they are sick. Specifically, chicken soup. О, это верно. В Восточной Европе мы также едим суп, конечно, и особенно куриный суп, когда болеем, допустим. Интересно, а что такое этот консервированный куричный и звездовый суп получается? Что это? Chicken and star soup in a can is a popular soup that has small star-shaped pasta and small pieces of chicken and a flavorful broth. It's comforting and convenient for a quick and easy meal or snack. The small star-shaped pasta adds a fun and playful element to the soup, making it fun for children and adults. А, да, значит, в этом супе маленькие макаронные звездочки, которые добавляют как бы игривость и веселый элемент и делают привлекательным для детей и даже для взрослых. Кусочки куриного мяса обеспечивают белок, конечно, и добавляют соленый вкус в бульон. Сочетание вкусов и текстуру как бы делает куриный суп звездочками. Один из самых популярных супов в Америке, скажем так, особенно когда люди болеют. И утешает, удовлетворяет, когда себя чувствуешь не очень хорошо. Ну как, сделаем чуть-чуть суп покушать? Yeah, let's have chicken and stars for lunch. Great job today, listeners, and we'll be back next week. Как всегда, если вы хотите прочитать остальную часть истории, зайдите на сайт www.mолодец.ell.com, где вы найдете полную историю и практические упражнения, а также дополнительную грамматику, словарный запас и видео. Программа «Молодец» финансируется Госдепартаментом США и была создана Международным женским ресурсным центром в Калифорнии. По-английски – The International Women's Resource Center. Узнайте больше об организации на их веб-сайт. И, как всегда, до следующей встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok